Мне поступило предложение от Самарской филармонии. Единственный в нашем крае настоящий духовой орган и единственный мужчина-органист. С июня 2004-го молодой музыкант Андрей Бардин не только единственный мужчина-органист Красноярского края, он вообще теперь единственный. Вы имеете эксклюзивное интервью, поскольку никто об этом не знает. Через два часа после этой фразы в Красноярском органном зале состоится последний концерт Людмилы Камелиной. Никто из поклонников органа тогда действительно ничего не знал. Это уже исторические кадры. Заслуженная артистка России, одна из лучших органисток мира, Камелина на репетиции последнего концерта в Красноярске. За 12 лет после переезда из Казани она успела полюбить красноярские столбы, походы, гитару у костра. Она вообще была влюблена в Сибирь. Тогда, в 91-м, ее сразу покорила готика Красноярского органного зала. Она жила в общежитии, а маленького сына оставляла знакомым. Бывало, репетировала до поздней ночи. И любила эксперименты. Вот кадры 99-го. Она вместе с балетом Терешкина. На этот концерт специально приезжали посмотреть из-за границы. Вообще, я просто очень люблю работать, делать программы на стыке искусств. Спустя 12 лет на репетиции последнего концерта у нее дрожали руки, но она старалась держаться. Удаленность от Москвы, она ни о чем не говорит. Мы тогда шутили о том, что да, теперь я реже буду появляться, наверное, где-то на европейских площадках, но отсюда ближе Япония, Америка. Как бы давно вообще все люди от культуры жалуются на то, что пришли новые русские, что у них другие приоритеты, другие интересы. Нет, новые русские ничуть не мешают. Но мне кажется, что приоритеты, которые поменялись у руководства, они как раз, наверное, к сожалению, вот препятствуют этому движению Красноярска. Группа «Хай-хай». Губернатор проводил губернаторский бал, и музыканты, которые были приглашены, не только артисты, которые были приглашены участвовать в этом концерте, которые действительно пошли за честь участия в этом концерте, они работали бесплатно. И следующий губернаторский бал проводился уже силами московских музыкантов, очень хороших эстрадных исполнителей. Я не буду называть сумму, о которой тут говорят вокруг, но она, конечно, превышала, я думаю, что в сотни раз те деньги, которые можно было бы заплатить красноярским артистам. Это нечестно и даже немного цинично, когда губернатор не поддерживает своих же музыкантов. Она не любила фотографии, говорила, что они тормозят наше будущее. В единственном ее альбоме среди семейных несколько снимков самого известного органиста мира – ГИБАВЭ. Они знакомы лет 10 и встречались не только на международных конкурсах. Он очень еще смешно, когда он пьет, он держит стакан. Этот швейцарист не только признанный эталон игры на органе, он еще ее учитель. В тот тяжелый день перед последним концертом она отправила сверток. Там кусочек любимой Сибири. Это действительно очень красиво. Наверное, это сделано из березы. Спасибо, Людмила, за подарок. Спасибо за твои огромные труды в Сибири. Я тут всем рассказываю, какая ты молодец. Часто жители на шотеле не помнят слова гимна, но все знают этого скромного человека. Внешняя неуверенность на улице, но когда ГИБАВЭ садится за инструмент, словом, сегодня он уже признан лучшим органистом мира. В тот день, когда Людмила готовилась к последнему красноярскому концерту, они играли одну музыку. Он в Швейцарии, она в России, в Красноярске. Эту партию написал именно он. Правда, когда она впервые это услышала пять лет назад в Швейцарии, произведение было еще не дописано. Но в тот день они нажимали одни и те же клавиши. Да, Людмила, моя дорогая, я помню ее последний приезд на шотель. Она была одной из лучших на том престижном конкурсе. Я понял, ее еще узнает мир. 12-метровый орган в храме недавно, а раньше мессы проходили под электронное звучание. Все изменил сам ГИБАВЭ. Идею о живом инструменте поддержали в мэрии. И в 96-м в интерьер средневекового храма влился настоящий орган. Теперь это одна из достопримечательностей нашего отеля. Посильный вклад сделали не только горожане, но и чиновники. Купили в складчину, потом на регистрах написали имена. Вот здесь имя министра культуры. Он вносил личные деньги. Карлос тоже один из министров. У самого органа официально нет собственника, но все понимают, у кого должен быть ключ от короля музыкальных инструментов. Это орган одной аристократки. Он был сломан. Я ей сказал, что не могу подобрать хороший инструмент. Так она тут же в ресторане от руки написала мне расписку, что доверяет мне свой орган. Один наш музыкант рассказывал, что общался с вашим дирижером симфонического оркестра. Они ездили друг к другу в гости. Он говорил, что у вас в городе тоже культура на высоком уровне. Я надеюсь, что все-таки Александр Геннадьевич Хлопомин оставит о себе славу культурного руководителя не меньше, чем до этого, предположим, слова Федирка или о том же Лебеде, который поддерживал оркестр Шпильдера. Редактор субтитров А.Семкин